Приветствую всех, я Школа Ложка. Сейчас я расскажу, как организовать статистику на вашем Майнкрафт-сервере. Для начала нам понадобится плагин MineQuery. Этот плагин будем искать на сайте dev.bookit.org. Плагин MineQuery забирает всю необходимую информацию для статистики с сервера и передает ее по указанному порту с помощью jQuery. Извлекаем плагин из архива и помещаем его в папку плагины на нашем сервере. После этого открываем файл Server Properties. В нем нам нужно проверить два параметра, а именно EnableQuery должен быть включен, а также должна присутствовать строка QueryPort с установленным портом 25566. Если вы поднимали сервер по уроку, который я показывал ранее, то у вас уже должно быть все настроено. Если же нет, тогда просто забейте данные строки вручную. На этом манипуляции с самим сервером заканчиваются, и теперь нам остается только навесить саму статистику на наш сайт. В описании к видео находится архив со всеми необходимыми PHP скриптами. Сразу оговорюсь, что данные скрипты писал не я, а скачал я их с интернета, правда уже не помню откуда именно. Работу статистики я покажу на локальном сервере. Итак, для начала произведем небольшую настройку наших скриптов. Для этого перейдем в папку Core и откроем файл Config.Ink.php. Здесь нам необходимо указать адрес нашего сервера, в моем случае это Localhost. Далее необходимо заменить порт, если на своем сервере его указывали другой. И наконец здесь можно указать администраторов и модераторов сервера. Таким образом они будут подсвечиваться другим цветом в статистике, нежели остальные игроки. Теперь вернемся назад и отредактируем основной файл, status.php. Сразу пересохраним данный файл с кодировкой UTF-8. Делать это можно с помощью обычного Notepad++. Сохраняем файл и наконец проверяем работоспособность наших PHP скриптов. И конечно же ни хрена не будет работать. Во-первых, потому что я забыл переименовать статус PHP в Index.php. И во-вторых, я забыл запустить сам сервер. Теперь, когда наша статистика заработала как надо, немножко изменим сами надписи в статистике. Снова открываем файл, теперь уже Index.php. И тут, пожалуй, я не буду озвучивать, что конкретно я изменяю, поскольку здесь все в принципе интуитивно понятно. Закончив извращаться с внешним видом нашей статистики, снова идем в браузер, обновляем нашу страничку и наблюдаем шедевр. На этом все. Спасибо за внимание и надеюсь данный урок был вам полезен.